Я гулял по улице и нашел аудиокассету. А мы жили в такой деревянный дом, это общежитие. И вот давай я нашел кассету. У меня был такой плеер, Томи, со возможностью, короче, записи на него и с микрофоном. И там была песня группы кино, группа крови. Мне безумно не понравилась эта композиция. Тогда мне казалось, что это просто, ну, мне стало немножко, знаешь, плохо от этой песни. Ну, мне стало грустно. Вот. А потом, ну, я затер это все. А, и мама сказала, что я спросил, что это. Она говорит, типа, группа кино. Я говорю, мне это не нравится. Я был малый, ну, сколько, 93-й год. Потом я затер эту кассету и уже поверх нее записал номер Амстронга. Диджея у нас была на радио, поставили его. И мне очень сильно нравится его музыка. Вот. И уже потом отец, когда начал привозить кассеты, там были клипы. Я первый раз увидел вот именно хип-хоп. Амстронга. Ааа! 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 Вот это декор или нота. Ну что, она нормально делает, что-то такие ноты тональности. Давай, запишу. Я родом из маленького городка, из пригорода Харькова в Украине. Город называется Волчанск. И, в принципе, если бы не музыка, то моя бы жизнь, наверное, была очень печальной. В принципе, такой же, как и все население города Волчанска. Вот. Потому что, на самом деле, мужик, там люди слушают просто отвратительную музыку. В принципе, как и во многих пригородах СНГ. И нашли в дорогах, наверное, большая часть. Вот. И мне безумно повезло. Я как-то проходил мимо пларечка кассетного. Знаете, какие были раньше. В каком году? Играла музыка. Мне было 12 лет. Сейчас мне 24. Вот. Я услышал песню «Горилласс», «Фил Гуд». Нет, не «Фил Гуд», а «Клинт Истин». «Клинт Истин». У меня просто безумно, безумно, безумно понравилась музыка. Я никогда такого не слышал. Я в шоу «Горилласс». Там была и тисная кассета горилась. Я пью и гонял, гонял, гонял очень долго. Понял, что хочу, хочу научиться играть на гитаре. Вот у меня есть еще одна мобородка. Играла в фанале. Вот у меня есть Second Paper. Она будет с собой! Да, тем не менее тOC. Согнал меня! Пahoцнитетки эта вершколахата в holeена для меня. Расскажи об этом, как ты вообще пришел именно к такой работе, вот именно в паре с диджеем, и нравилось тебе это или нет? Я тебе даже расскажу больше, я наверное пришел к тому, что такое party MC, то есть там именно человек как мастер оф церемонии на микрофоне вместе с диджеем, до того как понятие мастер оф церемонии стало большой в Америке, то есть в Америке связки только начинали еще работать, и если честно, я на тот момент уже переехал из Штатов в Москву и вообще в принципе не знал, что так где работают. Просто интуитивно так получилось, что я в отличие от остальных очень хорошо знал английский, и мне прям два-три раза я послушал песню, еще не было тогда такого бума на интернет, что все тексты можно было. Я просто брал, списывал и очень быстро учил песни. Но у вас была очень крутая связка в этом вокзале, потому что все MC работали как, ну, как будто они объявляли что-то, и что-то, а ты прям знал песни. На тот момент, когда мы начинали, это был 98-й или 99-й год. Тогда вообще не было никаких MC. Были ведущие на песни года, и все. Конферансье было. Конферансье были. Я просто знал, ну, как бы знал треки, и поскольку мы делали там вечеринки, какие-то мероприятия, ивенты первые стали там, хип-хоп-арендо-вечеринки делать в городе. Так получилось, что помимо входа я еще находился на сцене, и поскольку я знал треки, я ради прикола с Лехой из Гли стоял, брал микрофон и где-то подчитывал. Потом, опять же, я нигде не видел, что MC убирает фейда, негде было смотреть, не было такого интернета. Интернет был через модемы, связь через соседей, ну, то есть, ну, не было этой темы там в 99-м году. Вот, я просто говорю, Лех, а где, как ты, говорю, переключаешь, уберешь? Он говорит, вот это фейдер, он убирает звук и добавляет там, это кросс-фейдер, в общем. Я говорю, дай мне фейдер, дай я попробую. И где-то какие-то моменты в песнях я стал сам останавливать и дочитывал. Ну, я видел, что ты там работал с этим. Вот, да. И как-то потихонечку мы в связке стали, поскольку я знал весь материал, который знал Леша Дли. А с ним я начал общаться, потому что это был единственный человек, который знает такое количество именно материала. Не только вот, который за этот год вышел, а за 95-й, 93-й, там, начинает 80-й. Это все, всю историю хип-хопа, в принципе. Весь олдскул, все, что я знал, он знал столько же, только еще в 4 раза больше. То есть он, наоборот, мне что-то подкидывал. Ну, как-то мы организовали вечеринки, я его всегда ставил играть. Сам периодически ради фана вообще не видел в этом ни профессии, ничего. То есть правый микрофон выступал с ним как МС. Наверное, в классическом понимании DJ MC я был первый вообще в Москве, кто это делал. То есть никто вообще этого не делал. Я был один в России, наверное, да. Мы его очень ждали-ждали. Наконец-то дождались. Сидит Матвей Мельников. И впервые в Томске самый неординарный. Мне говорят, что ты артист Лейбла, Блэкстар, да. Мой клубный концерт. То есть у тебя есть Тиммер, у тебя есть фан-база, у тебя есть прекрасные композиции, которые я разделяю их настроение вместе с тобой. А скажи, вот именно негативный аспект, что касаемо хип-хоп-музыки, насколько он коснулся тебя? Ну, безусловно, в нашей стране давно уже сложился стереотип, что рэпер – это отнюдь не самый образованный человек. И когда я говорил, что у меня золотая медаль в школе, что я закончил МГУ, это все сразу делают такие круглые глаза. И на почти подавляющем числе интервью первый вопрос, который мне задают – почему, как так? Ты вот закончил так школу, закончил такой вуз, почему ты рэпер? Рэперы же они все раздолбай, плохиши. И только лишь на первом или даже на втором курсе я написал свой первый трек, который записал на студии. Я не ставил специально его родителям. Ну, как-то же они услышали об этом? Они вот услышали, зайдя ко мне в комнату, уже когда что-то играло из колонок, я думаю, что это? Я говорю, ну, это я вот тут исполняю. Они такие, да ладно, с каких это порт я стала писать именно песни. Я говорю, ну, вот что-то так понравилось. Ну, и на протяжении всего времени, пока я учился в университете, это воспринималось и мной, и ими как исключительно хобби, исключительно такая вещь, которая отвлекает меня от учебы, позволяет погрузиться в творческий процесс и как-то развеяться. Второй альбом, который у меня вышел, называется «Ремонт». Он до сих пор является маминой, папиной, самым любимым. Он у них есть в машине, и у дедушки он был в машине. Ну, короче, всем нравилось. Более того, у меня папа зачастую говорит, так как ты то в учебе, то где-то на своих гулянках, то еще где-то, я тебя толком не вижу. А когда включаю твои песни, я хотя бы узнаю, что у тебя происходит в жизни, и вообще, чем ты живешь и о чем думаешь. Люди должны понимать, что с появлением интернета все избаловались, они подумали, что да, блин, все бесплатно. Я не против. Я не против. Есть вещи, которые реально помогают. Другая страна медалей – это очень круто. Потому что не у всех есть деньги, чтобы купить какой-нибудь там комплит от Native Instruments за 3 тысячи долларов. Но ты можешь скачать его на торренте. Окей, это кредит. Ты скачаешь, напишешь, выпустишь и купишь этот комплит за деньги. Это подход. Я разделяю, я понимаю, о чем идет речь. Это да, это отлично. Есть люди, которые, блядь, просто без денег. Ну, они хотят, у них есть желание. А желание всегда важнее денег. Это вот ко мне подходят люди и говорят, я не понимаю, почему. Ну, мне было бы стыдно подходить с вопросом к человеку, когда он тебе говорит, научи меня быть диджеем, чтобы я мог зарабатывать деньги. Я говорю, тебе не надо быть диджеем. Я не знаю, можешь идти проституткой быть там, я знаю, хоть кем. Ну, меня лично внутри оскорбляют такие вопросы, когда их тебе приходят, а много ли я буду зарабатывать? Ну, блядь, хуй знаю. На сцену всем нельзя, сцена не помойка. Ну, музыка твоя, ты должен ей жить внутри, понимаешь? Ты должен чувствовать это, ты не должен беспокоиться, там, не знаю, о каких-то вещах, типа деньги, там. Как человек, да, как музыкант, нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А как ты познакомился вообще с хип-хопом? Ну, попал в это, понимаешь? Там вообще целая история, на самом деле, я же знаю всех. Я вот из питерского рэпа, как-то вот так вот получилось, что однажды была такая легендарная туса, называлась на Kitchen Party, ну, кухню, кухни-пати. Она была каждое, в последнее воскресенье каждого месяца в легендарном таком, в Санкт-Петербургском, в Индеграундном туре, в пятницу. Вот, то есть группа Крэп проводила там вечеринки. И кроме группы Крэп, они приглашали, там, друзья, там, знакомых, кто им нравится по музыке. И делали такой, грубо говоря, каждый в последнее воскресенье месяца был мини-фестиваль. Вадик-гиндер, как мы говорим, по Крэпу. Вот. Собиралась полная пятница, всегда был полный биток, несмотря на то, что было в воскресенье. Ну, тогда это безумно. Да. Мы пришли на тусу, и я помню, подходим, и в легендарном туре, как бы, Марат, Фьюз, Асаев, чуваки из группы Невский ПИС стоят. И Караб мне подводит, Артём, вот, типа, Артём, вот, типа, чувак, мой корешка, ну, да. А я просто, типа, двеноролосый какой-то. Режиссер такой, знаешь, чисто режиссер, ну, вот. Подводит, говорит, вот, Стёк, почему-то хотим, чтобы, ну, типа, исполнить песню, что-то, типа, типа, выйти из гринёрки. И Артём говорит, не, я его не знаю. Выведи его из гринёрки. Он меня, короче, выводит, ну, я такой, подрастроился, ну, ничего. Выходит на сцену, Караб начинает зачитывать, и просто на припев достаёт группу в зал, и просто вытаскивает меня на сцену. Я начинаю петь, и просто люди все офигевают. Ну, реально, получается, очень круто. На сцену выходит Фьюз, такой, ну, нифига, так круто. В итоге мы после выступления заходим за сцену, говорит, бля, чувак, типа, красава, приходите на следующий Фьюз. Уже вместе, по-любому, подготовьте по программу. Вот будет сахар. Как ты вообще пришёл в музыку? Почему? Именно рэпчик делать? Или вообще музыку? Ну, мне нравился сколько? Шести лет занимался. То есть на спорте пиано, потом на аккордеоне занимался. А вот именно твоё личное желание быть музыкантом? Ну, оно было практически, там, с девятидесяти лет. Ну, ты всегда представлял, да, себя? Ну, я не представлял, мне хотелось придумывать музыку, мне хотелось, ну, сочинять. Вот, текста я писать не умел совершенно просто. Ну, то есть я с трудом рифмовал на глаголы. Вот. Я помню первую песню, которую я услышал, это Бастер Хайл был «Боя, игра». Да. Она разошлась тогда во всему. По всей России федерации. 300 тысяч кассет было брано. 300 тысяч кассет. А первые амбиции какие-то вот появились у тебя, когда вот, ну, ты понял, что, да, ну, в душе же каждый понимает, что да, вот это достойно, это бы с удовольствием услышал не только я. Ну, у меня не было амбиции, мне просто хотелось взять, ну, вот, клянусь, не было. Хотелось просто и пашить музыку. Ну, тем более тусовка была такая у нас, вот, сколько там, человек, 30, наверное, было. У нас место сквозняк такой легендарный. Там тусила вся молодежь, и все со всего города стекалось тусо туда-то. Пили, курили днями, ночами тусовались. Ну, хотелось быть просто вместе, да, такой тинейтер, скажем, и, наверное, и касту, когда предложили, ну, я предложил Шиму, типа объединение какому-нибудь, типа а-ля Бутайминг сделать такое. Вот, хотелось просто вместе быть, ну, такой вот, ну, какой-то. Тем более, там, год 96-90, наверное, в Ростове вообще там был такой брак, вот. Ну, для кого-то брак, для меня это было, наоборот, об этих, об этих номинах я вспоминаю как о самом счастливом времени в моей жизни. А вот, ну, а первое, вот, когда вот такие, можно сказать, не мечты рук, а когда-то все равно же получается, когда идет какое-то образование небольшого людей, да, то есть у вас есть какие-то небольшие, ну, иллюзии, мечты, да, то есть, как бы, а первое, вот там, что вы столкнулись, когда уже, ну, с непониманием, например, первое... О Владе мы столкнулись. О Владе? Ну, то есть, мне что-то нравилось из Оникса, и... Мне параллельно нравилась и агрессия, и мелодичность, да, то есть, тяжелая музыка умеет это совмещать, да, то есть, есть возможность, и... Ну, то есть, я вообще не слушал Вест Холлс, для меня Вест Холлс это просто не уносимая музыка, не Доктор Дре, не Снудок, не Тупак, ну, я вообще, ну, кто-то равнодушен, кто-то. Мне нравилось, мне нравилось, очень нравится, мне нравилось, мне нравилось, там, вот, Сайкарел, Сайкарский, ну, все вот альтернативное, то, что я... Потому что Вест Холлс это, ну, вообще не альтернативное, просто такой хороший шансон, как раз, я могу сказать. Ну, а как поменялась твоя жизнь, когда ты, вот, поехал в Москву, да, ну, наверное, ты жил, как и все, на съемной квартире, с кем-то делил свой быт, да, и в один же момент как-то все поменялось. Ну, не в один момент, да, только... Какая-то точка, допустим, она поменялась, что-то, все, может, за месяц, там, ну, точка была такая. Как-то переоценка ценностей каких-то возникла? Да переоценки ценностей никаких не произошло, просто, ну, вот, получилось, мы долго-долго работали, там, первый альбом Басты, да. Это мой любимый все. Все его так, все его услышали, так, вот, такая, там, детская музыка, а я-то знал, что в запасе сколько музыки, сколько, ну, сколько, там, через время люди все это, там, услышат, и наган, и тому подобное. Ну, как бы тяжело было, конечно, хотелось, там, стать суперзвездой, конечно, ну, как всем провинциальным людям приезжать, доказать, ну, как мы стали суперзвездой, доказать, все, доказать, что я, ну, что я умею. Ну, на самом деле, вот этот, там, определенного смысла застой, если он может оказать, он сыграл, в общем, большую пользу, потому что я очень... Из-за того, что я давно не занимался музыкой, то есть, там, да, с 99-го года вообще, до 2000, я считаю, с третьего, да, то есть, там, куролесил, да, торчал, двигался, отдыхал, умирал, оживал, там, потом. Ну, занимался своим... Я вообще, ну, когда услышал, что произошло с музыкой в мире, я, ну, отхерел, что она, ну, поменялась. А как были знаковые моменты-то? Ну, там, ну, много чего было, там, «Альфа» и «Союз», там, «507», да, там, ну, то есть, как музыка двинулась, коммерческая музыка, электронная, вообще ушла. Вот, и я это сразу впитывал просто, и не всегда у меня получалось это сразу правильно, потому что я не умел, ну, работать с оборудованием, да, то есть я без программы не мог выжить того, чего мне хотелось. Круто было с того, что презентацию «Баста-3» собралось в Милке, две тысячи, две тысячи тысячи человек. Не-не, в Милке там не может быть. Не, не может с такой. Ну, короче, полную минуту, я не знаю. Ну, «Солдаут», ну, просто был, там был пиздец. И для меня это был шок, да, я просто растерялся, потому что это было. Мне кажется, шок для любого артиста в России это твой пиздец. Это, ну, никто бы не мог такого предположить. Да. Ну, на самом деле здесь простая математика, смотри. Мы посчитали, что в Крупусе мы собирали четыре Крупуса в «Солдаут» и были там семь-восемь тысяч человек. То есть мы сделали какую-то сетку более дешевых билетов и, ну, и набралось ничего. Полный, 15, вот в половине. Что, ты инфекционируешь, ты? А, уже? Ну, только мы. Только битые. Ну, я услышал от тебя очень важную вещь, что ты никогда ничего не предлагаешь. Понимаю, это нельзя никогда не предлагать. Я раньше удалял, было время удалял, потом я понял, что это... Ну, просто всегда может. Сто процент. Как я говорю, это же не пленка. Стер, но осталось. Да, и бывает, находишь лучшие... Все такие плюшки, они все себе предлагают. Ну, так было с песней GQ. Я же писал, думаю, где-то в 2001 году. А потом уже... Ну, уже для разговаривала. Все должно стало. Спасибо. Спасибо. Даймонд-Стайл, полный состав. У меня в гостях в Топске. У меня в гостях в Топске. Интересно, как я к хип-хову пришел. То есть для меня это всегда был жанром, который меня абсолютно никак не интересовал. То есть то, что происходило с русским рэпом, что происходило с американским, меня абсолютно никак не затрагивало. До того момента, когда... В 2004 году, по-моему, мы с моим товарищем, как раз-то был в Петербурге, мы с ним гуляли, случайно, абсолютно тоже в какой-то... в каком-то ларике, в каком-то музыкальном магазине, случайно купили абсолютно наугад альбом Крэка, нет волшебства, и Смоки Мокра. Вот с тех пор просто хип-хов меня проник буквально за... за неделю, наверное, то есть я абсолютно в эту музыку влюбился, начал по-другому к ней относиться, начал копать, интересоваться. У нас еще был такой прикол, что мы пытались работать с чуваками из-за рубежа. Без всяких денег был Мейспейс, мы кидали им реквест, и просили у афроамериканцев, чтобы они записали нам куплят на английском. Это были просто невозможные уровни, но нам это дико нравилось и приносило удовольствие. Сейчас все возможно. Сейчас нету такого, что ты дерьмовый музыкант, и тебя никто не будет существовать. Сейчас нет такой... И сейчас ты можешь петь, как ты там, я не знаю, с мужиками. Но если это все проплачено, у тебя есть ротации, это как-то все завуалировано в пределах законодательства нашей или других стран, ты будешь популярен, потому что если тебя будет крутить везде. Но вопрос тут, насколько ты останешься в мозгу, потому что популярность, она популярность. Это на сегодня, завтра ее-то там не будет. А люди слушают музыку. Единственное, что самое главное, самый главный критерий, да, то есть есть всего много, но всего это многообразие. Сейчас сумасшедший дом. Сейчас, пока мы с тобой интервью пишем, уже вышло миллион треков. Кто-то там написал уже. Я имею в виду, что смотрите на то, что остается в вашем плеере. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И Сява придумался именно за счет того, что я окунулся очень плотно в НЛП и понимание, что нужно людям. И Сява появился в тот момент, когда он нужен был. То есть именно тогда, когда только-только начал появляться YouTube, Сява это был один из тех персонажей, как Николай Воронов. И такие вот персонажи, которые появились очень мощно и резко стали популярны. Сява был одним из них. А тяжело держать образ? Вот ты поезжаешь, тебя встречают, как тебе держать образ? Скажу так, входить в него легко, находиться в нем очень легко. А вот выходить из него очень сложно. Затягивать. Продолжение следует... Действительно, на самом деле, хип-хоп был определенный. Жизнь вжил своей самобытный, довольно-таки русский хип-хоп. Впоследствии... Вот, верное слово. Впоследствии. Все это смещалось с электронной музыкой. И, ну, получается какой-то симбиоз между электронным звучанием и желудочным звучанием. Вот еще, да, между. Ну, как ты видишь, почему происходит подобная ситуация? Знаешь, оно так начиналось и так продолжается. Знаешь, здесь нет чего-то среднего. То есть, вот, сначала до нынешнего момента и уже потом. Вот. А, я тогда перефразирую свой вопрос. Максимально ставлю. Максимально ставлю. Подожди, максимально ставлю. Дальше. Ну, Давидович. Я. Вы. Хорошо. Симуация. Хорошо. Абстракт. Я тебя понимаю. Дай пять. Нет, ну мне просто... Я святой человек. Верные слова. Человек сама символна. Давайте все, давайте, что-то серьезно расскажем. Когда я познакомился с твоей музыкой, я понял, что есть человек, который до сих пор в моем довольно-таки уже на взрывном возрасте заставляет удивляться каким-то вещам в музыкальном плане. Я даже не знаю, что спросить. Слушай, вот знаешь, твоя музыка иногда так вот звучит, как будто ты вот иной вот человек. Вот есть люди, как люди. А вот есть капелла. Ну, вот. И вот так вот и живешь с этой мыслью, что вот, ну, я как все, ну, и все как я. И вот мы все такие вот, ну, средненькие, довольно-таки. А вот есть капелла. Вот у него такое узло, такое недосягаемое, непонятно как сделанное. И при том в огромном количестве, ежедневно сделанное, видимо, там, по 10 треков. Вот. А заходишь в капелле домой, сидит на табуретке в прихожей, на ноутбуке без мышки. Вот. И что-то там нажимает, у него не получается, ни хрена. Как это происходит? Кто за тебя написал все эти треки? Вот если поговорить о капелле, которую нас сейчас не слышат. Да, отличный музыкант. Да, сейчас мы встречаем Рома, просим. Субтитры сделал DimaTorzok Еще один раз спрашиваю тебе, ты мой. Еще одна осталась ночь у нас с тобой. Еще один раз спрашиваю тебе, ты мой. Как сказал диджей Премьер, вот ограниченность прождает креатив. Ну, то есть у него сэмплера 12-секундный. И он из 12-секундного сэмплера должен сделать полноценную композицию. И это можно голову включать. Сейчас очень много людей, они не думают о том, как это сделать. Они скачаются и все. Потыкают, 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 что-то там натыкали. Критиво, мало людей. Ты разговариваешь с людьми. Ты понимаешь, что ты вот и сможешь. Давай, чувак, ты просто делай. Вот просто делай. Делай то, что ты делаешь. Делай лучше, не спи. Блин, работай. Не надо днить, переживать. Никогда не думай о том, что это странно, это не очень. Это не очень. Делай все. Сделай говно, будь говно. Я тебе говорю, но не удаляй никогда ничего. Всегда пускай будет это. Всегда пускай будет момент, к которому ты можешь вернуться. Потому что и твоя голова развивается вместе с тобой. Из всего, из всех твоих попыток. И потом из этого же прошлого банка ты будешь черпать какие-то наработки. Главное в этой ситуации, чтобы музыка была у людей, которые ее делают, чтобы они несли ответственность за это, за то, что они делают. А если ты несешь ответственность за то, что ты будешь к этому относиться бежно, то если ты не относишься к этому бежно, ты только все испортишь. Вот и все.